Что нужно сделать, чтобы действительно лидеров стало много? Что нужно сделать, чтобы власть действительно была в руках народа? Мы вообще должны понимать, что такое вообще государство. Государство это территориальная граница определенной страны, где народ, проживающий на этой территории, назначает себе временных управляющих, сроком на обычно, как правило, на 4 года, который управляет этой территорией, этим государством в лице президента, премьер-министра, правительства, акимов разного уровня. То есть люди, граждане создают государство, органы управления этого государства. И для чего? Для того, чтобы они жили лучше. И они назначают этих управленцев на какой-то период, чтобы они от имени граждан страны управляли этим государством. То есть народ стоит над государством, над этими органами управления, над своими представителями. Народ назначает этих представителей, чтобы они управляли государством от имени народа. Собственно, когда звучит лозунг «Мы здесь власть», это действительно так. Но в авторитарных странах, как вы все знаете, власть не народ. Власть это тот, кто контролирует эту власть, в данном случае Назарбаев. Поэтому он власть, не народ. Поэтому он репрессирует любого, кто претендует на эту власть и не дает никому прийти во власть. А это естественное развитие любого государства, когда власть регулярно обновляется, меняется, приходят новые люди. И они меняют нашу жизнь. Во благо тех граждан, которые там живут и создали это государство. Это мы все должны понимать, потому что говорят, вот государство нам должно, люди звучат, государство должно сделать то-то. Мы должны понимать, что государство это мы, а органы управления, его представители, они назначаются народом через механизм выборов. Вот, собственно, если мы это понимаем, тогда мы должны знать, что государство должно быть нам подконтрольно. И те, кто от нашего имени управляет государством, должны быть нам подконтрольны, отчитываться. Мы их имеем право выбрать, не выбрать, выгнать, посадить в тюрьму, если они нарушили закон.